Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас суббота, 15 января. Знаете, что вот мне пришло в голову? Вот я анализировала испанский и английский язык. Так, мне 52 года. С 7 лет я пошла учиться в специализированную английскую школу. Это элитная школа, очень такая вот престижная школа. 35-я в городе Одесса. Очень у неё на такой вот престиж был высокий. В общем, я очень держалась за ту школу и была счастлива учиться там. В общем, знаете, вот есть такое, вот если вот хорошую школу закончишь, потом вот и знания тебе дадут. И особенно если вот там табель такой вот, допустим, красный этот вот, не красный диплом, а аттестат, вот, на золотую медаль, если заканчиваешь, в общем, тебе открываются какие-то двери. И, естественно, вот все мы думаем, куда бы мы хотели. С самого начала, в общем, я ничего понятия не имела там за языки. Если в садике я пробыла в Тирасполе, я помню из молдавского песенку, не знаю, как она звучит, вот там я её пела. Это где-то мы учили в годы 4 или 5 вот в садике. Если бы я с 6 лет там проучилась, ещё год пробыла, естественно, я бы больше знала, уже бы разговаривать стала. Но все дети общались на русском языке. Не знаю, почему вот мы все говорили на русском языке. И наши воспитатели тоже все говорили на русском языке. Я помню название парикмахерская, там вот это, это было на молдавском языке. Теперь смотрите, если я переехала, меня перевезли в Одессу в 6-летнем возрасте, и в Одессе практически все говорили по-русски. Вот второй язык был, знаете, украинский и английский, потому что мы с первого класса учили оба языка, и украинский, и английский язык. В общем, с английским. Я думала, что вот это моя любовь, в общем, всё мне так нравилось, с английским языком. До того, как я услышала слово, вот, испанский язык. Значит, у нас бы у меня была подружка в классе, и она мечтала, её родители готовили на будущее поступать на инъяс. Университет в Одессе, отделение иностранных языков, очень сложно было поступить. Легче было поступить на испанский, а потом уже перевестись на английский. Вот такой вот хитрый ход. И по телевизору, значит, у нас был такой вот срибный дзвеночек, и я помню, там вот такие вот короткие были уроки испанского языка, типа вот в весёлой форме. И плюс, знаете, у меня до... с шести лет до двенадцати была абсолютная свобода. В общем, именно тогда, когда нужно ребёнка контролировать, я могла делать всё, что хочу. Свою маму я видела, допустим, десять минут там в день, и то даже поцелуя перед сном, то есть я не помню, чтобы она присела там, спросила. Ну, в общем, такое отношение было. Ну, в общем, знаете, меня это вообще не волновало, я этого не чувствовала, потому что я уже была вся в идеях. Вот, и мне очень хотелось изучать испанский язык. Вот, на английском языке нас научили, на английском языке в пятом классе мы уже сдали экзамен. По английскому у нас был первый экзамен. Экзамен был вот билет и тянешь шестьдесят семь. Я отлично помню, шестьдесят семь. И нас готовили так. Вот у меня была тетрадь общая, и так я её как телефонная книга сделала там по этим, вот по буквам, именно по темам. И вот шестьдесят семь было. Допустим, ты вытягиваешь тему Лондон. Вот тебе нужно рассказать восемнадцать предложений. То есть шестьдесят семь, восемнадцать предложений. Такой вот классический, вот такой язык. Так, предложение должно быть полное, не обязательно сложное, не обязательно там с дополнением или сложно подчинённое, то есть такие краткие, ну вот нормальные, чтобы было подлежащее, сказуемое. И вот нас этому научили. Красивые слова такие вот с первых классов. У нас по первого, по третий класс была очень сильная учительница. Она нас учила стихами. Так вот, да, у меня и словарный запас, в принципе, был. Ну вот такой вот уровень английского. Теперь с испанским языком я там училась там у на до стресс, вот там до десяти, в общем полный ноль. Но мне очень-очень нравилось. Нигде я испанский язык не слышала, ни песенок, вот нигде. Но вот у меня внутренняя была тяга вот к испанскому языку. Я не знаю почему, вот не знаю почему. Так, теперь давайте вот я просчитала, сколько я официально учила английский язык. 8 лет специализированной английской школы. Мы учили в субботу тоже. Урок английского у нас был каждый день. Значит, если всего в среднем возьмём в году 50 недель, я отброшу каникулы, возьмём 40 недель, да на 6 дней в неделю, в общем, это в году 240 дней. Да я умножаю на 8 лет, которые я учила, то есть 1820 уроков мне преподали. То есть я посетила. Причём я отличница была в английском, у меня там вообще вот не было ни одной четвёрки. Я выполняла все задания абсолютно. Мы очень много работали со словарём, очень много выполняли домашнего задания. Я всё выполняла. Дальше я перешла в технику, и там у нас был учитель, который вообще не преподавал. Он вызывал меня и ещё мою подружку. Он нас называл две звезды. Две звезды. Дема и две звезды. Подружка тоже. Это моя бывшая одноклассница. Мы с ней учились. И вот мы... Он нам давал полную свободу. Мы объясняли девчонкам нашим. У нас было 30 человек в группе. И мы делали там, что хотели. То есть он вообще мог уйти там или сидеть. Вот это была хохма. Я уровень его английского вообще не знаю. То есть у него тщеславия вообще не было такого. Он себе... Ой, где мои две звезды? Вот где мои две звезды? Учите вот. Сейчас они вам расскажут всё по-английски. Вот в таком плане у нас проходили три года. На полном серьёзе. Потом я, значит, заочно поступила в тех... В этот вот... Во львовско-торговый экономический. Там вообще нас не учили. Ну, просто не учили. То есть я... Вот у меня была база вот эти восемь лет. То есть 1820 уроков. И у нас вся наша группа, все заочники были там вместе. У нас было человек сорок, наверное, в группе. Причём разных возрастов. И английский там очень плохо. Ну, я вообще не знаю, где они там учились. Я не возвышаюсь просто. Но у них не было никаких знаний английского. Зато у них были связи. Или чемоданчики с коньяком. Ну, в таком плане. Знаете, как получилось? Я же училась на товароведении. Значит, кто пошёл на товароведение? Как раз были... Если мне было восемнадцать лет, значит, это был... Те были года, когда нужно было образование. То есть если ты директор потребсоюза, районного потребсоюза, или вот там директор магазина, тебе обязательно нужно было образование. Вот товароведное, высшее. Ну, вот такое время было, что надо было образование. И люди в основном у нас в группе были уже не молоды. То есть тем, кому за сорок даже. Ну, вы представляете, все, кто такие солидные должности занимали. А молодёжи у нас было мало. У нас было несколько львовян. У нас был, я помню, девочку. Очень красивая, молоденькая, умненькая. Наверное, в общем, она красивенькая была. Ещё помню, вот из молодёжи был один молодой парень, вот, который приезжал ко мне вот втихаря. В общем, я даже не помню его имя. Не знакомился там с моей мамой. Я его ухлёстывал. Ничего о нём не помню, вообще не помню. Я его отшила и сказала, что он призывал. Ты зачем припёрся? Вот в Одессу приехал со Львова в таком плане. Не помню даже, как зовут. И вот в таком плане у нас был контингент. А остальные, ну, вот, средние, средние вот, повыше по возрасту. И я такая залётная, которая вот работала в Обл. Требсоюзе тоже. Мне нужно было образование. Но вот с английским у меня база была изумительная. Так, теперь дальше возьмём. Перейдём. Значит, всё остальное мне не понадобилось. Мой английский. Сейчас буду вторую часть ставить.